доброе утро дорогие друзья приветствую вас сегодня 12 февраля 2018 года понедельник меня зовут игорь суздальцев и до весны а я самый главный отсчитывающий к времени до весны до весны осталось 17 дней друзья через 17 дней у нас будет весна будет тепло побегут ручьи где-то в москве я не уверен но будем на это надеяться друзья мы начинаем программу торговый план на интерстриме трейдеров и у трейд tv и по давайте посмотрим как обычно как мы завершили прошлую неделю чего нам ждать этой неделе конечно я желаю всем успешной недели мы начинаем и должны начать хорошо напомню что понедельник попа час секундочку коллеги напомню всем что понедельник день достаточно спокойный это не день для подвигов это день для аналитики поэтому всем советую понедельник уделить больше внимание уделять всегда больше внимания аналитики чем действия вот аналитика как раз таки все кто имеет возможность я советую прямо целый день обязательно работать у компьютера внимательно следить за всеми событиями потому что именно в понедельник очень многие делают недельные обзоры такие скажем так наиболее общие закономерности определяются и я например считаю что понедельник в плане аналитики самый важный день недели и больше всего естественно обзоров в этот день появляется и так давайте посмотрим что у нас на технической картине мира в этот понедельник биткоин друзья ну что биткоин хочет пробить сильное сопротивление он уже его четвертый день прокалывает на выходных естественно тоже боролся 8350 но такое впечатление что пойдет наверх все не видно какого-то поджатия не видно какого-то снижения думаю что все таки пойдет важные уровни пробитые закрепление есть вот если сегодня еще выше этого уровня 8300 300 состоится закрепление значит из этой песочнице мы вроде бы выходим новостей очень много по биткоину об этом чуть позже подробнее причем они встречные хорошие и не очень все посмотрим эфир также сегодня стремится наверх лайткоин стоит по сути на открытие с легким плюсом эфириум classic снижается немножко сегодня зикаешь на открытие дэш легкий рост манера легкий рост такая скромная достаточно спокойная картина дня у нас сегодня с утра азия не дала чего-то мощного да хотя обращаю ваше внимание легкий рост биткоина есть есть легкий естественно в категориях биткоина нефть друзья ну нефть конечно три дня последних на прошлой неделе шоу устроило что тут говорить ударил огонь мы говорим об американском сорте нефти даба у тебя и ударил огонь пятьдесят восемь ноль один сегодня она пошла наверх пятьдесят девять восемьдесят семь ну давайте вместе посмотрим во первых пробой состоялся понятно вот эта картинка конечно она не внушает оптимизма и кажется сегодня будет какой-то боковик будем выиграть направление а вообще конечно 58 ударили ровно это так серьезный такой показатель а у нас ноги ланговали до пятница ну как неделя получилось прошлое откат есть на был откат определенный да можно было и даже лом заработать кто рискнул вот здесь в этой точке да вот это было в 21 00 9 февраля да кто здесь рискнул на этом провале заходить тут конечно много вообще было пила я думаю здесь больше потеряли люди чем заработали очень трудно было заработать на мой взгляд но кто-то наверно смог коллеги кто смог заработать на пятницу вечером на вот этом все расколбасе дайте пожалуйста знать интересно индекс доллара друзья вот он рос у нас 6 торговых сессий а сегодня вроде бы собрался вниз и посмотрите мы отмечали важную отметку 90 62 до нее не дошли сегодня разворачиваемся коллеги а есть опасения что мы и дальше поставили 91 49 но есть опасения разворота поколения согласитесь картинка раз-два не добили х и не обновили и заворачиваем вниз в рамках боковика уйти снова на 88 41 вполне вполне верю ну и тренд утренний вниз до доллар по моему смотрит вниз поэтому еврик разворачивает причем обратите внимание еврик постучался нижнюю границу восходящего тренда и хочет отбиться да вполне вполне вот сегодня в моменте как раз фунтик наверх фунтик меня вызывает больше сомнений фунтик конечно больше выглядит как отбой пробой состоялся отбои потом вниз но мы торгуем сегодня поэтому сегодня фунтик наверх вполне в целом мне кажется сегодня все может укрепиться по отношению к доллару японская иена укрепляется швейцарский франк укрепляется канадский доллар и секундочку давайте включим дневной график укрепляется да давайте уберем разметку прошлой неделе нам уже картина понятно мне кажется вполне он может сегодня дальше после этого шпиля пятничного вполне может сегодня просесть слушайте а что такое даже интересно давайте включим часовой график это было пятницу в 21 00 а что такое было в пятницу в 21 00 что так это мощно нефть упала в это же время индекс да нет индекс в это время тоже подсел что такое случилось в частности в нефти но я вижу не только в нефти я вижу и в канадце тоже прям день какой-то а в канадце были новости по леди была ставка все 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 я вспомнил по канаде была особая история отдельная корпоративная скажем так история все понятно и теперь доллар падает подснижается в рамках общего тренда то есть отработали уже пятничную новость понятно австралийский доллар второй день растет новозеландский второй день растет и золото сегодня растет серебро растет ну что сегодня по всему фронту индекс подсаживается коллеги по всему фронту причем нефтюшка как я уже отметил растет и биткоин слегка растет да такое впечатление вот видите когда глобально вместе все общую картинку смотришь видно что доллар подсел подсел по всему фронту данные по буровым плюс 26 а спасибо спасибо большое вам владимир житлухин за это двинемся дальше оксана вижу ваш вопрос про александра кравчука говорит оксана что очередной маржин кол давайте посмотрим есть там у александра кравчука маржин колом пятницу уступает и мы давайте позадаем все вопросы в том числе ваш вопрос оксана обязательно давайте позадаем вопрос нет но пока его еще не закрыли я смотрю да хотя видимо уже дело скоро это случится а почему потому что сейчас сейчас момент у него минус 95 если сегодняшний вечер так закроется счет будет закрыт и в рамках в рамках общего требования борьбы с негативным балансом и средства будут достаток средств будет возвращен клиентам инвесторам вот ну да да в пятницу давайте оксана все вопросы позадаем не вопрос как бы вы хорошо помните и я их озвучу обязательно то есть у нас тут никаких запретных тем нет далее давайте посмотрим на глобальные новости друзьям обостряется обстановка в сирии в он заявили о тысячи жертв авиалдаров в сирии за первую неделю февраля там сейчас заполыхает кроме того видим что там обостряется и отношения с израилем из турции вот израильская авиация провела самую масштабную операцию за все время ассирийской войны направленную как против правительственных сил так и против иранских военных объектов ходе этой акции израиль впервые за 35 лет потерял военный самолет сбитый сирийскими право видите как но откуда в сирии по его понятно то есть сейчас мы находимся конечно в сложной ситуации с израилем кого поддержать как вообще себя повести будут уже политики у нас на это политики то и на то есть чтобы какие-то решения принимать посмотрим кстати как это будет реализовано вот далее друзья пересбит турецкий военный вертолет ордоган выступил сказал пообещал что те кто сбили вертолет жестоко цитирует газета жестоко ответят за свои преступления ясно там сейчас заполыхает стиль а прям вроде как успокоилась успокоилась на рынок перестала перестала влиять сейчас опять начнется увидите на нефть и на доллар на все на будет сейчас вроде пока наметки угрозы но узнаете угрозами часто следует действие так что на этой неделе внимательно следим за сирией биткойн новости друзья очень много новостей причем разные взаимоисключающие часто но давайте посмотрим на них чтобы понять что сегодня ждать по биткоинам криптовалютная биржа бит грейл бит грааль по-русски объявила о банкротстве после кражи более 170 миллионов долларов слушайте а никому не кажется что они сами просто знаете что будете от какой-то исследования какой-то ответственности хотя их никто не знает да значит они просто как бы просто тупо воруют деньги всех инвесторов и как бы скрывается от ответственности нет никому так не кажется а нас хакеры кто там найдет каких хакеров кто чё докажет как бы что-то я вот вот серьезно не лезьте в эти криптовалютной бирже вот чем больше я читаю о хакерстве тем больше у меня возникает сомнений что не сами ли биржи людей грабят крипто бирже ну понятно что они никакие не биржи а просто компании которые вообще есть и вообще и факта есть там реально стакан обмен какой-то может вообще какой-то стоит эмулятор то есть бред конечно я к тому что лучше поторговать может быть сергей на криптовалюта чем заводить деньги на бирже уже такие суммы там 100 миллионов там 100 миллионов но вообще конечно ну и вызывает тревогу выступления goldman sachs представитель goldman sachs стив стронгин он глава global head of investment research и он говорит что приготовьте друзья это все только начало крипто каренсис а мост крипто каренсис тухи дзиро большинство криптовалют будут стоить ноль говорит этот аналитик серьезная заява повлияет goldman влиятельность институт далее друзья япония пришла новость из японии что крипто инвесторы будут иметь такс это сообщает бумберг в общем будут облагаться налогом пятьдесят пять процентов на прибыль друзья даже слов никаких не только из пятьдесят пять процентов на прибыль это что за бизнес такой то есть риски как обычно а налог на прибыль невиданно высокий это очень сильно ударит японцы активно участвовать но 10 положительные новости друзья сторонники криптовалют не сдаются тайлер вынкл воз известный крипто миллиардер сказал капитализация биткоина составит 5 триллионов долларов а ничего себе тут весь оборот валютного рынка в день составляет 5 6 триллионов долларов капитализация биткоина 5 триллионов у нас самая крупная компания в мире стоит они борются google apple они меньше триллиона стоят а тут биткоин 5 триллионов ладно вам серьезно ну вот так говорят далее друзья капитолии поддержали по сути биткоина американские регуляторы признали биткоин я о прямом запрете решений нет вот на прошлой неделе выступили глава сек джей клейтон председатель сервисе кристофер джан-карло и рассказали оплатам своих ведомств планы такие защита пенсионеров просвещение библиотекарей и собственных детей предпочитающий биткоин фондовом рынку какого-то жесткого запрета операции с криптовалютами речи не идет вот так комментируют forbs комментирует оценивает вот это выступление которое было на прошлой неделе ну да это хорошая новость из америки хорошая новость но главная новость друзья пришла из чеченской республики рамзан кадыров глава чечни объявил о покупке доли в биткоине виток наверх теперь должен идти рамзан ахматович нами так держать тут узнаете теперь уже куда пойдет биткоин остается только гадать друзья ну что давайте посмотрим на владислава воробьева он тоже на выходных видимо владислав воробьев услышал поддержку биткойна так сейчас где у нас вот и опубликовал фейсбуке победку такой материал пишет неплохая перевернутая голова и плечи на биткойне кто со мной ориентировочный стоп и профит отметил стоп он поставил минус семь пятьсот и тейк профит одиннадцать пятьсот не хилый такой размах ну понятно по теории высота головы от головы до основания он отложил наверх поставил одиннадцать пятьсот не хилая цель конечно такая не знаю мне кажется рискованно друзья кто что думает владислав будет с нами через полчаса у него спросим обязательно конечно далее коллеги американские рынки отбились пятницу плюс один процент больше более одного процента все добавили все индексы в россии друзья проходит целый ряд важных процессов внутренних таких политических экономических вот в дагестане конечно идет очень активная борьба с коррупцией неожиданно несколько для нас но глава дагестана владимир васильев назвал владимира путина инициатором борьбы с коррупцией в регионе сергей чемизов выступил очень остро сказал что ядерная доктрина сша может привести к новой гонке вооружений очень интересная новость друзья россияне увеличили инвестиции микрофинансовые организации знаете можно туда вложить деньги и они будут выдавать деньги под большие проценты вы будете зарабатывать всех ругает эти микрофинансовые организации а деньги инвестируют чистая оттоп капитала из рф вырос вдвое вот так все думали что сейчас улучшаться будет нет новости ставрополя удивительная новость неизвестные обезглавили директора литера водочного завода такие дела вообще 90-е годы ругаем сейчас что-то в ставрополе тоже не сильно там константин то ставрополь что у вас там творится далее друзья глобальная новость мэйвейзер непобедимый чемпион бог по боксу согласился на бой с коннором макгрегором по правилам ммэй то есть в октагоне там то есть там можно для тех кто не совсем в теме объясняю что на в октагоне по правилам ммэй можно биться как не только бокс но и ногами захваты борьба и так далее так далее это бои без правил по сути и мне кажется что супер чемпион флойд по боксу флойд мэйвейзер зря согласился выйти в октагон потому что макгрегор его ногами забьет просто это опять же он не борется он не знает ни одного захвата мэйвейзер ничего мне кажется макгрегор его просто поломает да в боксе флойд выиграл чисто тут вообще без всяких сомнений макгрегор или стоял на ногах десятом уже когда начало качать матч остановились чтобы мэйвейзер его не сломал а вот в октагоне мне кажется зря мэйвейзер лезет потеряет сейчас лицо так ладно в здоровье не потерять лицо ладно все друзья двигаемся дальше монета у нас значит пятницу показала по крипто валюте биткоин рост состоялся так что монета в принципе свои 60 процентов на прошлой неделе показала давайте посмотрим что будет по этой неделе 12 февраля монета сейчас узнаем согласится ли монета с рамзаном ахматовича и с владиславом воробьевом плане покупки биткоина и смотрим оба на друзья три человека видят биткоин в рост рамзан кадыров владислав воробьев и монета байс все покупайте биток покупайте так чтобы вот так звезды встали прямо в рост битка такого я не помню вообще это вообще впервые за все время работает рейд тв поэтому не мудрите покупайте глобальных новостей сегодня других никаких серьезных могущих повлиять на рынок я не вижу честно вам скажу понедельник достаточно какой классический спокойный да кстати в японии выходной день это серьезный игрок будьте бдительны японии выходной день далее коллеги подводим итоги вот павел 71 пишет подал тв мун а сегодня биток я думаю что сегодня биток как бы это затолкает наверх на таких новостях на чем тогда биток вести наверх как не на таких новостях ну что коллеги подводим итоги мне кажется сегодня доллар подсядет не верю вот сегодня в доллар не верю поэтому жду нефти наверх еврика наверх металлы как-то и к ним отношусь с сомнением ну тоже понятно если глобально ждем доллар подсядет тоже ждем наверх ну и конечно главное но главное событие относительно доллара это биткоин наверх то есть если меня спросите идея номер один на сегодня это даже не продажа индекса доллара это покупка биткоина друзья поэтому прошу рассмотреть такую возможность спасибо большое всем коллеги за участие в сегодняшнем эфире всем хорошего дня хорошего настроения